Митинг, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, начинается с минуты молчания. У вечного огня сегодня как действующие сотрудники Министерства внутренних дел, так и ветераны и, конечно же, родственники погибших при исполнении сотрудников. Сегодня в России День памяти и скорби по всей России отдают дань памяти миллионам жизней, оставленных на поле боя в годы Великой Отечественной. А для Ингушетии этот день связан с еще одной более свежей раной. В ночь 21 на 22 июня было совершено вооруженное нападение боевиков на республику. Для жителей нашей республики эта дата ассоциируется не только с начала Великой Отечественной войны, которая унесла многие жизни, но и с событиями 13-летней давности. Характеристическая атака на мирное население унесла 98 жизненных сотрудников МВД, ФСБ, вооруженных сил России, прокуратуры и мирного населения. Эти многие подившие не враждены государственными наградами, но более чуть рад осталось. Они отдали свои жизни ради нас. Ради нас с вами, чтобы наша страна и наша республика развивались, чтобы мы с вами жили. Мы должны с вами сделать все для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. И сделать все для того, чтобы наша маленькая республика не стала мещением для бандитов. Дмитрий Кава и Зелимхан Явлоев вместе с действующими сотрудниками и родственниками погибших возложили цветы у памятника защитникам правопорядка и сотрудников погибших при исполнении служебного долга. В понедельник 21 июня 2004 года бандиты одновременно атаковали здание республиканского МВД, базу 137 погранотряда ФСБ в Назране, городской отдел внутренних дел, склад МВД, базы ОМОНа и ГУВД города Карабулак и станицу Слепцовскую, ныне город Сунжа. Ими также были захвачены блокпосты на федеральной автомагистрали «Кавказ». Непосредственные боевые действия начались поздно вечером около 23 часов. Жительница Кантышева Зейна Албакова помнит ту страшную ночь до мельчайших подробностей. Тогда она потеряла своего 22-летнего сына. Кроме матерей почтить память всех погибших в этот кровавый день пришли и вдовы. Эта ночь в памяти Марьям Ханиевой всплывает до сих пор. Бандита оставили без отца ее дочь и сына. Прошло 13 лет с той страшной ночи, когда террористы совершили кровавое нападение, которое позже назовут рейдной Ингушетию. Нынешние поколения и молодежь должны помнить людей, стоявших у истоков становления Ингушской республики и тех славных героев, кто отдал свою жизнь во благо народа, с которых следует брать пример, считают ветераны. Это скорбный день. Люди, которые отдали жизнь за наше будущее, за будущее молодежи, их имена высечены золотыми буквами. В истории ингушского народа было много трагических дней, но зверское нападение на сотрудников правопорядка 22 июня, унесшее десятки жизни, оставило невосполнимую утрату и боль, которую ингуши никогда не забудут и будут свято чтить вовеки. Юсуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Новости 24.